Павел Владыка, Павел Владыка 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 «Живите ради своих страстей и удовольствий». Как правило, страсти никогда не удовлетворяют запросы человеческие. Страсти, они такой имеют характер. Сколько бы вы их не удовлетворяли сегодня, а завтра они вновь голодны, завтра они хотят нового удовлетворения. И в этом случае у людей появляется особое чувство восприятия мира. Человек видит, что у меня не хватает, а есть у соседа, надо это сделать моим, забрать. Вот зависть, она всегда была источником всех преступлений, всех грехов и самых-самых тяжких. Да и враг рода человеческого, дьявол, ведь он позавидовал архангелу, ведь он позавидовал даже Богу, ведь он был деницей, он был самым главным ангелом у Бога. И он позавидовал Богу, решил стать Богом. И чем все кончилось? Вот и сегодня зависть, она продолжает бушевать в сердцах, в сознании очень многих людей. И то, что происходит сегодня в России, вы знаете, я бы даже не так конкретно говорил, сегодня происходит это в славянских странах, в частности в Украине. Ведь тоже славянская страна, ведь совсем недавно люди там жили мирно, благополучно, и вдруг вот так смогли разжечь эти страсти, греховные страсти, стремление обогатиться, стремление жить лучше, чем другие. И вот это использовали и не другие наших стран славянских. Использовал и враг рода человеческого, дьявол, он и возмутил у людей это чувство стремления обогатиться. И обогатиться как? Церковь не против того, чтобы люди обогащались, но надо это делать праведным путем, путем своего трудолюбия, не путем захвата чужого добра, а своим трудом приобретайте богатство. И не только духовное, можно и человеческое, и земное богатство приобретать, но надо правильно его использовать, чтобы оно было спасительным для того, кто приобретает или стремится приобрести это богатство. Ну а что касается положения христиан, вы знаете, я бы даже сказал, сегодня не только в Украине разрушаются храмы, сегодня христиане страдают и в других странах, и на Ближнем Востоке, и в Африке. Обратите внимание, с какой яростью сегодня обращено вот это насилие против христиан. Христиан уничтожают во многих странах, и на Ближнем Востоке, и в Африке, а уж в Украине брат восстал против брата. Казалось бы, вчера мы еще были вместе православные, а сегодня одна сторона православных уничтожает христиан, уничтожает храмы. Целенаправленно, надо сказать. Вот так смогли разжечь огонь вражде и ненависти даже христиан против христиан. А что касается России, если обратить внимание на историю российского государства или Святой Руси, то она испокон веков всегда претерпевала страшные гонения. И вы знаете, я вспоминаю одного нашего современного богослова, который был преподавателем у нас в семинаре, в академии. Мы спрашивали его, скажите, ну а в чем причина, почему вот так Русь ненавидима бывает для многих западных бизнесменов и властителей. Вот, неужели им нужно наше богатство, недры наши, полезные ископаемые. Вот, и он очень интересно сказал, он говорит, вы знаете, ну и у них есть какие-то полезные ископаемые, и у них есть земли, а им не нравится то, что мы исповедуем Иисуса Христа. Вы посмотрите, сколько претензий было предъявлено и к России, и к российскому государству. Вот, казалось бы, вот уже вот и одно исполнили, и другое исполнили. Да нет, самое главное мы имеем, и от чего мы не отказались, и что это вызывает всегда озлобление, раздражительность и у врага рода человеческого дьявола, и у завистников, и у противников наших – это наша вера в Бога, в Иисуса Христа. Вот, если вы вычеркните из вашего сознания, из вашей жизни вообще упоминания и самого Иисуса Христа, вы только тогда не смогут успокоиться, но тогда мы никому не нужны будем. Ценность нашего народа, ценность нашего культурного наследия, славян, россиян – это наше исповедание Бога, это наше исповедание Христа, Спасителя и нашего Господа. Ну и, конечно, Матерь Божия. Совершенно не случайно, ведь Русь святая является домом Пресвятой Богородицы, домом Пречистой Пресвятой Богородицы. Вот совершенно не случайно у нас огромное количество святых икон, почитаемых икон, чудотворных икон, которые посвящены и Спасителю, и Матерь Божией, и они являются ярким свидетельством того, что было в истории нашего Отечества очень и очень много трудных времен. И вот только таким чудесным образом Господь хранил наш народ, наше Отечество, и будет в будущем хранить, мы и это все переживем. Хотя вот сейчас, оглядываясь на происходящее и в этом году, и в прошлом году, ну и, наверное, вот 2014 год он наполнен очень многими событиями, связанными с различными санкциями против России. Я иногда слушаю, как наши политики говорят, «Ой, как хорошо, вот теперь мы, оказывается, можем обратить больше внимания на наш внутренний мир, на нашу внутреннюю промышленность, на наше сельское хозяйство». Хочется так спросить, слушайте, а что ж, в прошлом году нельзя было обращать внимание? Может, нам нужен вот такой суд Божий, который называется санкции? Нам надо, вот видите, оказывается, нас все время надо подстегивать. Потому что, видимо, мы в хороший период времени, мы забываем о том, кто мы есть и как мы должны жить. Начинаем расслабляться. И вот эти санкции, они нас немножко так воспитывают, призывают к порядку. Но вот, к сожалению, как неразумные дети иногда бывает, не слушают родителей, не поступают так, как их учат родители, ну и приводят это вот к такому суду Божьему через санкции. Но будем надеяться, что наш народ, как всегда, он имеет особое качество, он умеет сосредоточиться, он умеет покаяться, принести покаяние, объединиться и противостоять любым выпадам наших, может быть, недругов извне. Поэтому я думаю, что с Божьей помощью, если мы поймем и осознаем, до чего мы докатились, наверное, будет это все во благо и во славу нашего Отечества, и во славу Божию. Так что главное, чтобы у нас была правильная оценка происходящего. Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Федор, 49 лет, из Калуги. Сейчас в Россию приезжает много мигрантов, и у многих они вызывают неприязнь. Вот Федор спрашивает, не считается ли это грехом, неприязнь к другому человеку? Вы знаете, ну вот в данном случае я, наверное, скажу, что, вы знаете, скорее всего, это можно отнести к греху. Вредно ли, я часто предлагаю, давайте заменим слово грех, вредно ли это, неприязнь иметь к этим людям. Наверное, вредно. И, наверное, это неправильно. Почему? А вы поставьте себя, каждый, на место этих иммигрантов. Вы знаете, что мне много лет довелось нести послушание за пределами нашего Отечества, и поэтому я очень близко знаком со многими иммигрантами нескольких поколений. И я скажу, что, знаете, иммигрантский хлеб, ох, какой тяжелый, ох, какой он горький, как его трудно зарабатывать. Вы думаете, они уехали туда от хорошей жизни? Да нет, совсем нет. И то, что они там находятся и пребывают, вы думаете, им там легко? Нет. Иммигрантский хлеб всегда был очень тяжелый. Он с большим трудом доставался людям. Покинуть свои родные насиженные места и уехать куда-то на чужбину, не зная, куда ты едешь, кто там встретит. Это, знаете, очень тяжелый выбор. И, конечно, не от хорошей жизни люди уезжали туда. Точно так же, как и нет хорошей жизни, приезжают к нам. Но я знаю очень многих людей, которые с благодарностью вспоминают всех тех, кто принимал наших иммигрантов. Кто давал им кровь, кто давал им, может быть, хлеб, кто их привечал, кто давал им возможность работать, зарабатывать деньги и обеспечивать себя и свою семью. И скажу, что, знаете, в этом ведь тоже может проявляться наша любовь к Богу. Через любовь к тем людям, которые оказались в сложном положении. И, знаете, я хочу сказать, что места в России всем хватит. И хлеба всем хватит. А вот милое сердце не всегда можно найти. Поэтому вы не думайте, что иммигранты приехали, вот сейчас они займут мое место или мой дом. Нет, они не займут. Вот. Но я думаю, что Господь вот дает нам возможность проявить себя. Настоящие мы христиане или нет? Настоящие мы славяне или нет? Вот. И поэтому хотел бы призвать Федора и вас, и всех тех, кто соприкасается с этими людьми, которые оказались в сложном положении, поменяли свой образ жизни и место проживания. Встречайте их с любовью. Они ведь к нам приехали не воевать с нами. Они оказались в тяжелейшем положении. Вот. Поэтому им надо подать руку помощи, поддержать их. Вот. И они тепло, добро будут помнить всегда. Я очень часто вспоминаю один эпизод, я как-то его уже рассказывал из своей жизни, когда я приехал в Иерусалим, то по субботам обратил внимание, ну, выходишь так утречком подышать воздухом, вот, и я обратил внимание, один старичок все время, каждую субботу проходил мимо нашей миссии русской духовной в Иерусалиме. И вот он очень странно, шел из старого города в сторону нового города, обязательно подходил к дверям нашей русской духовной миссии, крестился, целовал дверь и уходил. Я вначале не понял. Одну субботу я так выхожу, гуляю, смотрю, приложился, поцеловал, ушел. Вторую, третью. А потом я спрашиваю, устарожил, говорю, а можете объяснить, что за человек такой приходит, целует? Оказывается, он вспоминает, он действительно тогда был в преклонном возрасте, ему тогда было далеко за 80, он вспоминает, и он рассказывал, как он еще мальчишкой приходил к русской духовной миссии, как начальники русской духовной миссии угощали арабских детишек рождественскими снедьями, подарками, как они принимали этих арабских мальчишек, девчонок, которые приходили на праздники к нам в русскую духовную миссию. Он это до своей старости помнил. И он вот каждую субботу, он шел к своим родственникам, у него там дети, внуки жили в новом городе, он, проходя мимо нашей миссии, обязательно подходил, крестился, целовал, выражал благодарность русской духовной миссии и шел по своим делам. Удивительно, да? Добро-то звалось добром. Конечно, добро всегда будет, люди будут помнить. Может быть, плохое люди забывают, а добро всегда будут помнить. Поэтому спешите делать добро. Не имейте к этим людям неприязнь. Скорее всего, к ним надо иметь чувство сострадания, чувство сожаления. И оказывать, конечно, всемирную поддержку и помощь. И проявлять любовь, милое сердце. Помнить будут всегда это добро, которое вы дадите им в этот трудный период для них жизни. – Вопрос из Саратовской области. Елизавета, 51 год. Как справиться со страхом перед исповедью? – Вы знаете, Елизавета, конечно, я знаю, что некоторых и многих людей волнует этот вопрос. Но, вы знаете, видимо, происходит этот страх от того, что мы не понимаем значение исповеди. Я очень часто сравниваю с нашей обыденной жизнью. И, знаете, знаю одного человека, ну и по себе могу сказать, вот болит зуб, болел у меня. Но, как вспоминаю, как мне зуб в армии лечили, меня аж, знаете, мурашки берут. Я вот знаю, что болит, надо подойти. Подхожу к зубному кабинету. Не могу, ухожу. Не воспринимаю, потому что у меня вот эта боль еще переживается, хотя прошло с того времени много лет. Но потом все равно боль преодолела. Мой страх, и я пошел. Почему? Потому что я знаю, что врач мне должен помочь. Он должен сделать укол, может быть, посоветовать что-то, какую-то профилактику провести. Он меня вылечит. И если я врачу не скажу, что у меня болит, я буду продолжать болеть. Вот примерно то же самое относится и к исповеди. Наши грехи – это боль для нашей души. И если мы это не осознаем, то мы никогда не вылечим свою душу, не исповедав свои грехи и не исправив их. Точно так же, представьте себе, как мне говорят, а что говорить, а как говорить на исповеди. Ну, знаете, если я знаю, что вот у меня болит в таком месте, может быть, в котором мне как-то стыдно сказать, какое-нибудь там интимное место, но если я приду к врачу и буду говорить, доктор, вы знаете, ой, как у нас на исповеди бывает иногда, сосед у меня плохой, сосед мне мешает, шумит, ругается. Доктор скажет, извините, ну, вы пришли к доктору, при чем здесь ваш сосед? Вы говорите, что у вас болит. Ой, да вы знаете, вот, доктор, у меня вроде бы как-то и болит, и вроде не болит, и вроде стыдно сказать. Ну, вот буду кокетничать перед доктором. Скажите, доктор мне поможет? Нет. А надо набраться в себе смелости и сказать, доктор, я понимаю, что, может быть, такое место, где, может быть, соседу трудно рассказать, но доктору-то чего стесняться? На то он и доктор, чтобы он даже в самые, может быть, сокровенные, может быть, интимные места он знает, как это вылечить. Вот точно такой же духовный доктор-священник. Если я священнику не скажу, что меня волнует и беспокоит, если я не скажу о своих сокровенных грехах, то духовный доктор-священник мне не поможет. Вот надо осознать, что священник – это доктор, и не надо ему стесняться говорить. Он знает очень много грехов, которые совершают люди. И он сам такой же человек, как и мы. Вы знаете, есть очень интересная мысль у святителя Иоанна Златоустова, который, отвечая на вопрос, почему Господь так учредил в церкви, назначив людей исповедовать, совершать великое таинство Евхаристию. Почему Господь? Ведь человек грешный. Вот почему бы он не назначил ангелов, которые безгрешны? И вот святитель Иоанн Златоуст, отвечая на эти вопросы, говорит, конечно, Господь мог и ангелов благословить и назначить, совершать святые таинства в церкви нашей и Евхаристию, но Господь назначил простых людей, которые тоже грешны и немощны. А вот если бы совершали ангелы, а ангелы – безгрешные существа, и они, видя наши грехи, попалили бы нас огнем. А вот Господь назначил такого же слабого, немощного человека, сделав его священником, что он слабый, немощный, знает и может понимать слабости и немощи других людей и к ним снисходить. Удивительно. Вот такая мысль у святителя Иоанна Златоустова. Я думаю, что и здесь мы с вами тоже, Елисавета, должны осознать и понять, что священник такой же немощный, слабый, такой же грешный, как и мы. Но вот он имеет этот дар Божий, сан священства, и он готов помогать, как врач помогает в немощах человеческого естества, так и священник помогает, и он может дать совет, потому что у священника все-таки побольше опыту, чем у мирян, как вести борьбу с грехом, как вести борьбу со страстями, что надо сделать. У священника все-таки есть образование, церковь в этот период дает ему возможность ознакомиться с жизнью нашей церкви, перенять опыт нашей церкви и делиться этим опытом с людьми. Так что вы не стесняйтесь, приходите, точно так же, как к врачу. Говорить надо о своих болячках, и тогда священник поможет, и Господь простит вас и благословит. – Эдуард, 47 лет, из Екатеринбурга. Он хочет креститься, и вот спрашивает, а может ли он сам выбрать себе имя христианское? Вот он хочет выбрать такое имя – Христос. – Вы знаете, у нас есть практика с самим взрослым выбирать себе имена. Почему? Потому что все-таки имена, которые даются во время крещения, мы все прекрасно понимаем, что у каждого человека есть ангел-хранитель, но во время таинства крещения человеку дается еще и небесный покровитель, святой, который является нашим небесным молитвенником и примером для подражания. Поэтому я думаю, что каждый взрослый может выбрать себе имя святого, которому он хотел бы подражать в своей жизни. Но есть еще одно «но». У нас существует практика, и в Учительном Известии говорится о том, что мы не должны брать имена в честь Иисуса Христа и в честь Пресвятой Богородицы. Вот это вот такая особенность. Не дают имена женские Мария в честь Пресвятой Богородицы и в честь Иисуса Христа. Не дают. Потому что это особые имена, которые относятся к Спасителю мира, к Богу и Пресвятой Богородице. А всех святых можно брать. Имена всех других святых можно брать. Такая практика. То есть что человек может возгордиться? Конечно. И возгордиться, и неправильно понять. Людмила из Рязани. Говорят, что умершую девушку надо хранить в платье невесты. Так ли это? Нет. Это опять относится к разрыву суеверий. У нас нет такого. И смысла-то в этом никакого нет. Никак это не относится к нашей практике. Но это и не исключает. Если у вас есть желание и возможность, то пожалуйста. Но какого-то обязательного. Да, запрещения нет. Но и какого-то обязательного правила тоже нет. Есть возможность. Ведь вы понимаете, в чем положен будет человек. Одежка ведь не спасает человека. И не избавляет его от страшного суда. И поэтому одежка не имеет абсолютно никакого отношения. Она, эта одежка, имеет отношение только к тем людям, которые у вас увидят положенного во гроб. Но к душе, к загробной жизни никакого отношения не имеет. Анна, 35 лет, из Калининграда. Батюшка наложила на нее эпитемью. Она все выполнила, как сказано было. Но вот теперь не может найти того священника. Можно ли обратиться к другому батюшке? Вы знаете, я даже, наверное, в этом случае хотел бы... Я очень часто на наших епархиальных собраниях в Рязани, обращаясь к священникам, призывал их к благоразумию. В этом случае даже, наверное, не столько Анна повинна в том, что вот с ней произошло это. Хотя и прихожанам я очень часто говорю. Но зачем вы ездите к незнакомым священникам? А некоторые священники, к сожалению, пытаются заработать себе вот такой, я бы сказал, дешевый авторитет, проявляя к людям какую-то строгость, налагая на них эпитемию. Я запрещал священникам это делать. Это неправильно. Неправильное у многих священников отношение к эпитемии. Вы понимаете, эпитемия – это средство лечения. Это, знаете, как вот в медицинской службе накладывают какой-то, знаете, какой-то пластырь, какое-то лекарство. Ну и вот представьте себе, я пришел к врачу, врачом мне на больное место положил эту заплатку, этот пластырь, какое-то медицинское, может быть, там, приспособление. И все, я больше никогда не увижу. Но если вы меня беретесь лечить, то лечите меня до конца. А в этом случае, когда священник налагает эпитемию, я говорил, что если я буду узнавать, что вы накладываете эпитемию как наказание, это неразумно. Да, иногда это полезно, иногда нужно, но надо знать этого человека. А человек, который к вам пришел сегодня, вы больше никогда его не узнаете. Зачем вы это делаете? Это не пастырский душепопечительный подход. Это попытка, как я говорю, заработать себе дешевый авторитет. Вот и все. Поэтому, Анна, не ходите к таким священникам, которые вот так вот раздают направо и налево эпитемии, не согласуя это ни с вашей жизнью, ни с вашим, может быть, образом жизни, ни даже с тем, может быть, грехом, который вы совершили. Если вы знаете, что есть такие священники, не ходите к ним. Хотя, знаете, меня очень часто, это просто у меня вызывает это чувство непонимания. Даже я, знаете, иногда возмущаюсь и говорю, вот у нас есть такие прихожане, которые говорят, вот к этому батюшке не пойдем, потому что, знаете, он покаялся, а он простил, разрешил и говорит, ну, иди с Богом. А вот тот батюшка хороший, ох, такую эпитемию наложил, ох, он столько, ох, какой он строгий, какой он благочестивый, потому что он строгий. Но если вам нравится, то, знаете, у вас будут проблемы. Я знаю очень много проблем. Ко мне обращались миряне, которые говорили, что батюшка наложил такую жуткую эпитемию, но не по силам, но безумные просто, да. И по ночам надо вставать, и поклоны бить там сотнями, понимаешь, да. Вот, и все тебе жизнь. Какая там жизнь? Она уже, простите, еле-еле ноги передвигает, а он на нее поклоны накладывает. И за что? Из-за того, что она совершила аборт. А когда? Да 45 лет тому назад совершила. Но она уже столько каялась, столько несла. Я говорю, а зачем вы опять каетесь? Или вам приятно вспомнить этот грех? Тогда несите за это наказание, что вам приятно вспомнить. Прошлый какой-то грех. Вот, поэтому, друзья мои, прежде чем собираясь в какую-то паломническую поездку, будьте внимательны. Надо точно так же, как мы стараемся лечиться у врача, моего домашнего или близкого, или тот, который живет вот в размерах или в пределах досягаемости, вот к кому надо обращаться. Ну что же, поехали к врачу, приняли у него какие-то медикаменты, и больше этого врача никогда не увидите. Ну и какое же это лечение? Это не лечение, это профанация. Точно так же, как профанация является вот это исповедание грехов совершенно неведомого священника, который наложил на вас эпидемию и больше вас никогда не видит. Вы знаете, конечно, можно подойти и к другому священнику, но у нас есть такое право у епископа. Епископ может снимать любые наложенные священникам, эпитемии, наказания. Епископ должен рассмотреть этот эпизод или этот случай. Если епископ сочтет, что наказание наложено или эпитемия неблагоразумно, то епископ снимает. Но вы для начала обратитесь к своему священнику, куда вы ходите в храм. А больше никогда не ездите к тем священникам и не исповедуетесь перед ним, которых вы никогда больше не увидите. Благодарю вас, ладыка, за беседу. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова